Друзья, всем привет! Сегодня у нас вторая часть реконструкции двухскатной крыши. В первой части я немножко рассказал про применение пароизоляционной пленки с переменной паропроницаемостью проклима Десотоп. Немножко показал вам утепление. Двигаемся дальше. Нам на объект уже привезли модульную металлочерепицу Аквасистом, Гёте Бург, покрытие матовый полиэстер. Друзья, чем мне нравится вот эта металлочерепица, здесь вот видите идет вот такой вот штрих-код и полностью вся информация. Производитель, вид профиля, толщина металла, количество цинка, какое покрытие, какой цвет, какая толщина краски. Вот здесь вот вся эта информация ездит. Вот видите, написано полиэстер 30 микроб. Руфтоп бархат обозначает, что это матовый полиэстер. Вот такой вот вид профиля. Очень мне нравится эта металлочерепица. Вот здесь вот у нас на этом поддоне 100 с лишним квадратных метров. Здесь у нас водосточка добора, пленки лежат, бруски. Все это на нос закрывается тентом. Здесь у нас лежит старая металлочерепица. Ребята приступают к разбору второго ската. Я их попросил, чтобы они немножко разобрали, чтобы показать вам, что у нас здесь происходит. Сейчас я закарабкаюсь наверх по лесам и покажу вам более подробно старый утеплитель и старую пленку. Друзья, закарабкался я на леса. Здесь вот на пристройке еще лежит старая металлочерепица. Скоро мы ее будем демонтировать и укладывать новую модульную Аквасистом. Одно мансардное окно у нас здесь стоит, ее придется демонтировать. Так как мы здесь увеличивать толщину пирога будем на 10 сантиметров, мы переустановим это мансардное окно. Из косяков вот снизу используется пароизоляционная пленка, ее использовать нельзя. Должна быть везде диффузионная мембрана. Здесь снизу пароизоляция, дальше идет мембрана. То есть вот здесь вот возможно, когда человек, наш заказчик, начал бы эксплуатировать дом, если бы эта пароизоляционная пленка осталась бы, были бы косяки. Был бы конденсат. Сейчас мы это уберем. Наша задача сейчас довести вот эти вот узлы до ума. Видите, тут перелома. Соединить качественно утеплитель, который идет по крыше, с утеплителем, который идет по стене. Замкнуть это все гидроизоляционной пленкой. Сейчас я пойду на ту сторону, покажу, потому что там ребята уже начали монтировать мембрану. Покажу вам, как мы сделали контрутепление и немножко расскажу про монтаж диффузионной мембраны. Итак, друзья, закарабкался я на другую сторону нашей плоскости. Здесь вы видите, уже сделано полностью перехлестное утепление. Начали монтировать диффузионную мембрану. Немножко расскажу про перехлестное утепление. Первый брусок у нас идет поперек стропила, 50 на 50, шагом 30 сантиметров. Заполняем это все минеральной ватой. Дальше потом поперек вот этого бруска идет вот этот брусок, шагом 60 сантиметров. Он формирует плоскость под контрбрус. Контрбрус у нас вот этот вот брусок с уплотнителем. Сейчас дальше чуть про это расскажу. И заполняется это все вот так вот утеплителем. На утеплитель мы укладываем диффузионную мембрану. Вот такая вот черная пленка. Черная пленка у нас производителя Дельта. Обязательно все стыки мы проклеиваем между собой. У этой пленки есть интегрированный слой. Вот эту липучку мы убираем и стык у нас получается проклеивается. То есть каких-то элементов в плане скотч и лент мы не используем. Потому что есть вот такой вот интегрированный клеющийся слой. Не знаю видно вам или нет. Здесь вот все проклеено. Так, дальше. После того, как мы смонтировали мембрану, ее проклеили. Укладываем вот такой вот брус 50 на 50. Он формирует у нас вензазор. Обязательно его монтируем с таким вот уплотнителем. Уплотнитель приклеиваем к пленке. Когда мы закручиваем саморезы. Здесь вот у нас саморез. Он дырявит мембрану. Если пойдет какой-то конденсат или какая-то протечка. Это у нас слабое место. Поэтому, чтобы это место перекрыть, обязательно нужно использовать вот такие вот уплотнители. В данном случае это дельта шау-банд. После того, как мы смонтировали вот этот, сформировали вензазор, мы укладываем шаговую обрешетку. В данном случае у нас доска 150 на 25. Доску мы используем старую. Она у нас более-менее живая. Прикручиваем ее. В середине у нас идет дистанционный саморез. Дальше по бокам будут два самореза с полной резьбой. Дистанционным саморезом мы приподнимаем доску, выравниваем ее в плоскости. И для того, чтобы у нас конструкция была надежная, чтобы доска туда-сюда не гуляла. Ее там не сорвало. Закручиваем еще два самореза с полной резьбой. После того, как мы смонтируем обрешетку, можно будет уже укладывать непосредственно металлочерепицу. Сейчас это выглядит вот так. Когда будем монтировать металлочерепицу, приедем, также снимем ролик. Всем пока!